Налоговые инспекции многолюдно. Жители пришли решить насущные проблемы. Произвести уплату налогов, покрыть задолженности, если таковые есть, и получить консультацию сотрудников. Кто забыл пароль, мы все личные кабинеты открываем, чтобы они могли просмотреть, чтобы налоги заплатить через личный кабинет. Показываем, как это делается. Сотрудники инспекции помогают каждому в решении сложных вопросов и уведомляют, кому и в какие сроки необходимо представить декларацию о доходах, как правильно заполнить документы и какими электронными сервисами федеральной налоговой службы можно воспользоваться. Налоговая служба проводит дни открытых дверей, для того, чтобы налогоплательщики, те, у которых есть вопросы, могли прийти в инспекцию, задать, решить их, получить налоговое уведомление, а также оплатить своевременно те начисления, которые сделаны. Мы ответим на два самых популярных вопроса. Где можно произвести уплату налога? Оплатить налог, налоговое уведомление можно также в этом году в МФЦ, в любом терминале, в личном кабинете, онлайн. И в этом году еще налоговое уведомление можно получить на сайте госуслуги. Какие санкции последуют за неуплату налога до назначенного времени? Пойдут пения. Если срок оплаты наступил 1 декабря и налогоплательщик не оплатил, соответственно, 2 декабря пойдут уже пения. Но опять же, это зависит от суммы. Какие будут пения, это все зависит от суммы налога. Каждый, обратившийся в инспекцию в день открытых дверей, получил ответ на свой вопрос. Все приветливые, никаких очередей практически. Пришел, получил, уведомление заплатил и все. Спасибо, что помогают, потому что сложно разобраться нам, особенно пенсионерам. Напоминаем, что физическим лицам необходимо уплатить налоги не позднее 1 декабря 2023 года. Инга Янчук, Сергей Ларин, Видное ТВ.